Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» и я, ведущий, Валерий Седов. Сегодня мы в Театре драмы поговорим с народным артистом России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, Иосифом Леонидовичем Рахильгаузом. Здравствуйте! Вы вот в нашем Театре драмы будете ставить свое произведение, точнее уже ставите «Шинель-пальто». Что это за произведение, чем оно будет отличаться от классики? Ну, что это за произведение, вообще их хорошо известно. Это замечательная маленькая повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель», та самая, которая названа шедевром русской литературы, и та самая, которая сказана, что все мы вышли из гоголевской шинели, и та самая, которую много раз ставили, инсценировали, защищены сотни, а может быть, тысячи диссертаций об этом произведении Николая Васильевича. И, конечно, очередная попытка – это сочинение нашего, вот здесь, в Рязанском театре драмы, сочинение нашего спектакля. Конечно, со мной работает команда постановочная, те, кто автор этого спектакля, это, конечно, и балетмейстер, это и сценограф, это и музыкальный руководитель, это видеохудожник, там, Дима Ма... Я вот не называл сейчас фамилии, но, конечно, прежде всего, это труппа Рязанского театра драмы, это очень интересные артисты, очень интересные, и молодые, и такие уже признанные мастера рязанской сцены. И, конечно, мы с ними прямо вот оговариваем, продвигаемся по небольшому вообще вот отрезку времени, для того, чтобы это было, прежде всего, очень интересно тем, кто придет в зал. То есть люди, которые войдут в зал, им же не важно, что... Это написано 200 с лишним лет тому назад. Им важно, что это имеет отношение к их жизни. Вот эта шинель, это история маленького человека, так называемого маленького человека, а как я к этим, башмачкина, имеет отношение к людям, которые тоже ощущают себя в соотнесении, может быть, с властью, в соотнесении с миром, в соотнесении с земным шаром, в соотнесении с какими-то там природными явлениями. Вот эта зима, вдруг бешеные морозы, и ты понимаешь, что ты должен от них спрятаться, укрыться, ты должен защититься. И мне очень важно, чтобы, услышав этот текст, или услышав эти музыкальные темы, или увидев вот эту пластику, человек соотнес это с собой. Вот это самое главное. А, конечно, это произведение будет очень и очень не похоже на интерпретации, а будет похоже, мне кажется, будет похоже на Гоголя. История Николая Васильевича нами сохранена, и мы сохраняем эту историю человека, который мечтал купить себе новую шинель, сшить себе новую шинель, собрал деньги, дальше он эту шинель сшил, и дальше его в этот же вечер, когда он первый раз в шинели пошел на вечеринку к сослуживцам, его раздели, его обокрали, и он от горя, от ужаса умер. Это такая вот притча, это такая поэма, это, как все у Гоголя, имеет не просто такое буквальное значение, а имеет объем и имеет соотношение с человеком, не знаю, с человеком с книжкой, или с человеком в зрительном зале. А какие-то новые идеи будут? Может быть, какие-то параллельные, которые будут идти, или тмотивом с основным сюжетом? К огромнейшему сожалению, Николай Васильевич настолько гениален и настолько дальновиден, что его очень старые идеи оказываются новыми. Гений великой русской элитии, конечно, неоднозначен. Я, может, сейчас так выгляжу однозначно с Николаем Васильевичем, поэтому для меня шинель – история маленького человека, обиженного человека, человека, которого раздели. Кто раздел? Мало того, они раздели, потом шинельку разорвали. Шинелька моя, какие-то вам бандюги. Вот это все за 200 лет никто не постиг глубоко. И я, конечно, не постиг. И наш дорогой Рязанский театр драмы не постиг. Но, во всяком случае, мы к этому решили прикоснуться. Мы с труппой театра поехали в Москву и пошли в дом Гоголя, договорились, он закрыт. Мы были в мемориальной квартире. Мы увидели, вот это печь, это камин, вот здесь горели рукописи мертвых душ. Вот здесь Николай Васильевич спал, вот здесь он жил, вот здесь все пропитано его дыхание. Вот это его предметы, вот это его книжки. Поэтому это очень интересно. Мы владеем величайшим богатством, фантастическим богатством великой русской литературы. И в этой литературе, конечно, вершина, пик Николая Васильевича Гоголя. Кстати, невероятно, вот я вам сейчас скажу это первому. Я клянусь вам, что это правда. Я по своим делам, когда мы с директором театра, с Семеном Борисовичем Гречко договорились, когда премьера, я стал выяснять и сообразил, что у меня 6-го уже в Африке, где-то на Зинзибаре, у меня там лекция моя, там выступление, там программа русская. Я подумал, так, из 6-го там, мне надо улететь 5-го, ну пусть премьера будет 4-го. Это к вопросу о времени. И я сказал, да, 4-го марта, нормальная премьера. И когда мы сейчас были в музее Гоголя, мне говорят, а когда у вас в Рязани премьера? Я говорю, 4-го марта. Говорит, а, это вы подгадали, да? Я говорю, к чему? Как? Ну 4-го марта умер Гоголь. То есть он умер по старому стилю, какого там февраля, и это 4-го марта. Он родился 1-го апреля, извините, в день смеха, в день дурака, не знаю, как этот день назвать. А умер 4-го марта, и у нас будет премьера в день смерти Гоголя. Фантастика. В чем это абсолютно? Вот я говорю, случайно. Поэтому, конечно, вот то, что Гоголь настолько непредсказуем, настолько вот, там даже смерть, ну все понятно, да? Вы живого несли по стране. Гоголь был в литургическом сне. Он завещание писал, пока не увидите следов разложения, не хороните меня. Я на самом деле очень рад, я благодарен Рязанскому театру, что мне предложили это сделать. Я не впервые обращаюсь к Гоголю. Я, когда еще там учился в университете, я писал даже такую курсовую работу. Авторы, герои в поэме Гоголя «Мертвые души». Ну, у меня длинная история. И в школе современной пьесы, вот, естественно, идет Гоголь. Такой, конечно, другой вариант, но, тем не менее, вот, я этим сильно интересуюсь. И то, что вот в Рязанском театре с замечательными артистами, с замечательными службами, цехами, вот это удалось сочинить, я очень этому рад и уверен. Вот уверен, я, может быть, выгляжу самоуверенным, но уверен, что рязанские зрители это достойно оценить, что они это воспримут, что это будет им казаться понятным, близким, разделяемым. Вот это очень важно. А мы вот сейчас записываем передачу, вырвав вас буквально после репетиции. Какая сцена, какую сцену сейчас ставили? Уже близко к премьере, поэтому мы сейчас уже собираем. Здесь очень много компонентов в этом спектакле. Здесь драматические сцены, здесь чистые танцы, балет, здесь чистые арии, хорры, дуэты, здесь катание на льду, на коньках есть сцены, которые идут на льду, просто театр специально закупил искусственный лед, это очень серьезно. Это дорогая сценография, вообще спектакль дорогой, в нем много таких, как бы, соединяющихся, несоединимых вроде бы, вроде бы деталей. Поэтому сейчас мы просто собираем уже все. Как драма перейдет в вокал, как вокал перейдет в пластику, как пластика перейдет в видео, как видео перейдет в общую сценографию и так далее. Не могу не спросить, каково работать с рязанскими актерами, или актеры всегда актеры, и неважно. Вы знаете, я ставил спектакли во многих театрах России и мира. И бывали страны, где я просто слово, я ставил там в Национальном театре Израиля, я только выучил, чтобы с гостиницы до Израиля дойти, я выучил на еврите «Эхле агела театрон Габима». Как пройти к театру Габима, к Национальному театру. Вот все, что я знал. Но где бы я ни ставил, во Франции, в Америке, не знаю, в Швейцарии и так далее, вот где бы я ни ставил, артисты, вы знаете, через одну-две репетиции начинают режиссера понимать, на каком бы языке он ни говорил. Естественно, я употребляю какие-то английские слова. В Рязанском театре драмы это абсолютно артисты с нашей русской мощнейшей школой, в какие бы институты они не оканчивали. И они во многом, особенно мужская часть труппы, очень сильная, очень сильная. Я скажу вам, что я легко бы многих артистов, многих не скажу, некоторых артистов, я легко бы забрал в свой театр, а у нас там суперзвезды, девять народных артистов и пятнадцать заслуженных. Я легко бы взял, и они бы играли абсолютно на том же уровне, а может и лучше. Вы упомянули, что ездили на родину Гоголя, в его квартиру. Вот это погружение в атмосферу автора как-то помогло спектаклю, как-то там изменило? Я думаю, что да. Ну, не на родину, а мы в Москву ездили, и мы посетили мемориальную квартиру, где Гоголь умер, и где он сжигал мертвые души. И мне кажется, что это огромное впечатление на артистов, при том, что я там был не раз, я всегда выхожу вот из этого дома. Все равно это дом, где несколько лет Николай Ильич прожил и умер, и вот здесь завершилась его жизнь. И это дом, где во дворе стоит вот этот знаменитый, прекрасный памятник Андреева, памятник Гоголя, который опоясан вот барельефами с его персонажами узнаваемыми. Так что это то самое место. Для Рязани такой спектакль, ну, можно сказать, в новинку, но в вашей школе современной пьесы он уже идет несколько лет. И у вас очень много таких, ну, назовем это современными прочтениями. Почему вот такую волну выбрали, такое направление, именно вот новое прочтение старых произведений? Вы знаете, на самом деле, в школе современной пьесы не может ставиться пьеса вторым экраном. Никакая, ни современная, ни классическая. Поэтому это театр мировых премьер. Мы сыграли за три, вот уже скоро 32 года театру. Вот я его, извините, создал вместе там с Полищук, с Филозовым, с Алексеем Петренко, с Людмилой Марковной Гученко. Там вот были знаменитейшие артисты, они и сейчас есть. И за это время мы никогда ничего не повторяли. Мы ставили только современные пьесы, которые для нас написали Акунин, Улицкая, Быков, Гришковец, ну, и так далее, и так далее. Но иногда раз в два, в три сезона я беру некое классическое произведение и на его основе сочиняю музыкальный спектакль. И приглашаю очень хороших композиторов. Там Журбина, Дунаевского, Сергея Никитина. Приглашаю замечательного поэта Вадима Жука, который умеет прозу переложить в стихи, авторскую прозу, там, чеховскую, гоголевскую. Поэтому каждые два-три сезона в Школе современной пьесы выходит такой музыкальный спектакль. Началось все это отчеты во фраке, которые вот там уже много-много лет крутятся по всем телевизионным. Не по всем, а по центральным телевизионным каналам. Потом были спектакли с «Приветом, Дон Кихот». У нас идет спектакль «Русское горе», а это «Горе от ума» и так далее, и так далее. Поэтому каждый раз это такое очень серьезное, ну, не знаю, упражнение для режиссера, такое задание. Это вот, а как сделать так, чтобы вроде бы академический, классический текст того же Гоголя смотрелся с восторгом, с азартом, с затаенным дыханием. Я приглашаю большую компанию и сам сочиняю спектакль, который должен быть прежде всего интересен в смысле подачи. А после этого должна быть философия, смысл, прочтение сюжета. И такой вопрос. Сегодня будет мастер-класс с рязанскими актерами. Да. Расскажите немного об этом, что там будет. Я ничего не могу рассказать, потому что я абсолютно не знаю, каким он будет. Что будет интересно и что захотят рязанские артисты, я в эту сторону и двинусь, поскольку я читаю серьезные теоретические лекции, я могу провести практические занятия, я могу вдвинуться вообще в любую сторону, там, драматургия Чехова или русская литература. Ну, то, чем я, мне кажется, там относительно владею и готов с удовольствием поделиться с рязанскими актерами. Спасибо большое, что согласились с нами встретиться, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.